Итак, это анализ рынка 4 октября 2023 года. Время 7 часов 50 минут по московскому времени. Рыночный фон на сегодня такой. Азия в минусе, фьючер США есть в минусе, не в минусе. По инсу ММВБ сегодня будем вновь по утру спускаться к уровню свечного шипа, диапазон 3123-3125 пунктов. Вчера рынок отобразил коррекционно направленное движение, которое мы с вами ожидали в рамках той риторики, которые я озвучил на анализе рынка в ютубе, что, мол, жду снижения в диапазон 3100 пунктов, затем возврата на уровень 3140 пунктов. Соответственно, по мере снижения рынка на этот уровень я в рамках нашего вип-клуба открывал лонговую позицию по трем бумагам, и потом по мере роста рынка мы эти позиции раздавали, фиксируя на этом факторе прибыль в рамках ценового отскока. Сегодня я ожидаю обычную рядовую проторговую свечного шипа в районе 3120-3125 пунктов, затем возврат снова на уровень 3160 пунктов на уровень отработки вышестоящего свечного шипа. То есть, видите, от шипа до шипа торгуемся, то есть прорабатываются те локальные области, которые не перекрыты. То есть, был, условно говоря, обвал цены внутри дня падения. Соответственно, ждем возврат на отработку вышестоящих уровней. То есть, так мы работаем сейчас алгоритм внутри текущего широкого БКК по российскому рынку акций. В общем, более детальные мысли по МВ я озвучил вам в рамках технического анализа, который минутки через 10 вам презентую. По тайм-коду можете пробежаться. Я хочу лишь перейти на словесную риторику Дмитрия Пескова, который вчера такую чушь озвучил, что у меня начало, мягко говоря, сильно пригорать. И этот пригар чувствовали, я думаю, жители Крайнего Русского Севера. Цитирую этого человека. «Курс рубля беспокойства в Кремле не вызывает. Макроэкономическая стабильность полностью обеспечивает», сообщает Песков. И Песков назвал рудиментом прошлого чрезмерное внимание к колебанию курса доллара в Российской Федерации. Это помните то, что нам говорили полтора года назад всякие Костины, всякие другие представители банка, что мол, доллар, так доллар на 30, а что вы, дорогие россияне, да что вы баксы-то покупаете? «Бакс скоро не будет», они нам так говорили. Это уже Шама Песков нам сейчас озвучил, мол, доллар-то рудимент прошлого. То есть, мол, не смотрите на бакс, бакс ничего себе не представляет, рубль это самая ультракрепкая валюта мира. Отрицательно крепкая, конечно же. Почему я пригорела? От цинизма, от лицемерия. Потому что, говоря то, что рудимент прошлого американский доллар, это ложь. Почему? Потому что экспортоориентированная компания, всякие там нефтегазовые компании, «Газпром», «Руснефть», «Лукойл», «Татнефть», «Сургутнефтегаз» и прочие в этом духе, «Транснефть», «Сельхозкомпания», «Фусагру», «Акрон», «Металлургическая компания», «ГМК», «Нурникель», «Русал», «Алмазная добывающая компания», «Алроса» и прочие в этом духе экспортеры продают свои сырьевые товары во внешний мир за баксы. Американские баксы. Это первое. Второе. Они формируют валютную выручку в американском баксе. Это важно учитывать. И третье. Если бакс будет, сука, на уровне 150 рублей за доллар, что будет, блядь, с инфляцией в Российской Федерации при таком раскладе? Инфляция будет уже, не как нам там свой манимирок ЦБРФ презентует, что, мол, ну, нам бы 4% годовых бы не помешали. Будем к этому таргету стремиться. У нас будет инфляция такой, с процентов 20 годовых. И что будет делать Центральный банк? Поднимать дальше ключевую ставку. Куда-нибудь к уровню 25% годовых. Как говорится, удерживать мнимую макроэкономическую стабильность. Какая стабильность при таком валютном курсе? Вы какую стабильность собираетесь тут презентовать? Где эта стабильность? Вы просто загнете кредитный импульс в стране и загоните экономику страны в финансовый кризис. Это будет уже не рецессия, а самостоящий финансовый кризис. Кредитование спадет, ипотечка кредитования спадет, потребка кредитования спадет, все спадет. Откуда компания-то деньги брать? Кто будет налоги платить в такой ситуации? Будут компании банкротиться, мазь своей будет расти безработица. Вот в чем проблема. И что меня напрягает в этом ключе, следующее, что ЦБ не остановится перед этим. Он поднимет ставку до 15%, это неизбежно. Это таргет, который я вам еще озвучил в начале текущего года, что ставка по 15% уже в этом году. Почему? Потому что мы сейчас ведем по сценарию двойной инфляции, о чем я вам говорю уже последний год, что это неизбежно. То есть у нас будет сперва валютная инфляция на факторе роста, валют по отношению к рублю, то есть падение рубля и в рост доллара. Фактор импортной переоценки, то есть импортные товары будут дорожать. И второй пинок инфляции это рост на сырьевые товары. То есть не сказать, что одна Россия по такому сценарию, это вообще нет. По такому сценарию, что это теперь уже все развивающиеся рынки. По факту. То есть Латинская Америка, Центральная Америка, там Северная Африка, Южная Европа, Юго-Восточная Азия и Тихоокеанские страны типа Индонезии, Филиппин в том числе. В чем проблема? Проблема в том, что мы находимся перед Великой Депрессией сейчас. Все. Я об этом говорю уже последние 4 года, что 20-е годы зона турбулентности. Конец 20-х годов вот уже начало депрессии мировой экономической. Почему? Потому что самая долговая масса, которая накоплена за последние 52 года с момента признания доллара мировой резервной валюты и в том числе та супер денежная кредитная масса, которая была в супер ультраобороте с момента развала Советского Союза, она уже достигла своих пиков. То есть 4 квадриллиона долларов, это еще раз напомню, долг планеты земляк всех стран мира. И государственные долги, и корпоративные долги, и деривативные рынки. Все это долги по факту. И как эту долговую массу будут обесчестивать? Следующим образом. Путем галлопирующей инфляции в мире. То есть то, что сказал Песков, это, как говорится, задел на проблемы в будущем. Так говорится, проблемы не только экономические, но еще и социального характера. Как их будут решать, я без понятия. То, что сейчас делает Центральный банк замедления экономической активности. Это большая проблема. Я еще расскажу, что я сторонник того. Я озвучивал тот альтернативный сценарий еще год назад, и потом полгода назад, и вот летом озвучивал, что нужно ставку резко понижать, создавать новый кредитный импульс в стране. Нам все равно инфляцию не избежать. Нам все равно не избежать потом в последствии гиперинфляцию в стране. Это неизбежно все. За счет фактора валютной переоценки и роста на сырьевые товары. Это все неизбежно. Только на кой хрен поднимать сейчас ставку, какую-то, блядь, мнимую стабильность и макроэкономического содержания формировать. Если не получить, то сделать, от слова совсем. Тогда проще как делать? Чтобы избежать те проблемы будущего в виде роста безработицы на факторе, банкротства многих предприятий. Это первое. За счет подъема ключев ставки и удорожания денег. Можно как ставочку снижать, создавая фундамент, для нового роста кредитного импульса в стране. То есть давать долги всем компаниям, чтобы они их захлеб брали. Да, мы получим инфляцию в рамках валютной переоценки на горизонте 1-2 лет. Да, мы получим двукратную инфляцию. Это неизбежно. Она будет каждый год по 2 процентов по 15-20 расти. Это неизбежно. Но на горизонте 7 лет мы что получим? Уже независимую экономику. Почему? Потому что у нас будет уже импорта, не импорта ориентированная страна, а страна производителей. То есть у нас будут компании замещать импортные товары. Только дать им кредитный импульс, дать им дешевые деньги, дать им стимулирование бизнеса, снизить от них налоговые издержки и прочее в этом духе. Чтобы мы через 10 лет уже, округляю я там, в 1933 году, уже не были зависимы от внешнего импорта. Чтобы даже, чтобы мы хотя бы просто заимствовали технологии и все. Эти технологии внедряли уже в свою экономику. Вы понимаете, в чем смысл? Но для этого нужно пережить, вот, скажем так, экономический катаклизм, в виде там понижения ключевой ставки. Чтобы там был массовый бум бизнеса, чтобы вот бизнес конкретно прям вливался в экономику. Но нет, зачем это делать? Проще ставку поднять и... А там будет, что будет. Как там Заботкин говорит, типа, да, ничего не переживайте, все будет хорошо. И вон Песков, все будет хорошо, а не переживайте. Доллар в тренемент прошлого. А че вы смотрите, россияне-то, а? Зачем вам доллар? Вот рубль это крепкая валюта. Это, блядь, вот прям крепче только дуб стальной. Ну да, ну да, конечно. В общем, вы мой послал поняли. Я его сейчас обосновываю в который раз учусь с зрением макроэкономики. Ставку надо понижать, пока есть такая возможность. Стимулируем бизнеса запускать. Налоговые издержки для компаний тотально снижать. Чтобы через пять лет у нас появились уже огромное количество предприятий. Чтобы мы могли уже замещать импорт своим внутренним ростом производства. А вероятно ли такое в стране при текущих реалиях? Я сомневаюсь. Это мои хотелки. Я просто, когда критикую какие-либо идеи со стороны государственных, чиновников или макроэкономистов, я всегда озвучиваю свой сценарий, свой подход. Как говорят, чтобы не быть голословным. Мол, типа, раз критикуешь, значит предлагать. Так нам говорил Иосиф Виссарионович Сталин. Вот я критикую, я предлагаю. Далее. Индекс МВБ, фюческая МВБ. Ситуация по рынку следующая. Господа, смотрите, я еще раз озвучиваю свою основную мысль. Что ситуация на валютном рынке, по факту, никак не контролируется уже. Все, центральный банк уже ничего толком не может предпринимать. Макроэкономический блок правительства Российской Федерации предпринимает только полумир в виде словесной интервенции. Что, мол, да, надо доллар приспускать, да, надо рубль укреплять. Там Решетников говорил там про вообще двойные валютные курсы и прочее в этом духе. Но я еще раз скажу одну основную мысль, один основной посыл. Что чем выше бакс по отношению к рублю, тем выше российский рынок. Смотрите, сейчас наш рынок тупо от такого широкого конкретного падения удерживает что? Бакс. Который сейчас торгуется вблизи уровня 100 рублей за доллар. Смысл в том, что мы сейчас торгуемся внутри боковика 3050-3230 пунктов. Район пока этого боковика у нас активный. Сегодня я ожидаю локальное снижение на уровень отработки свечного шипа. Вот сюда. Затем про торговочки и выхода цены вверх на уровень сопротивления. И свечного шипа 3163 пунктов. С точки зрения младших таймфрейм, если говорить про 4-часовой график, про часовой график, у нас, в принципе, внутри и между темной перегрессости рынка нет. Поэтому запал для роста после утренней коррекции, я думаю, у нас так или иначе торгуемся четко в технике, в рамках локального восходящего тренда внутри боковика. Но пока у нас уровень Яма-9 является реперным уровнем поддержки в рамках этого локального восходящего тренда. Поэтому по этому тренду тупо идем сейчас вверх. Это 4-часовая графика. По часовому графику та же самая шляпа у нас формируется. Локально откатимся вниз на уровень 3120 пунктов вот сюда. И потом пойдем выше на уровень 3160 пунктов. В общем, что могу сказать? Просто дрейф, просто штиль и ничего нового. Далее. Индекс РТС и фьючерс на РТС. Что необходимо учитывать? То, что у нас имеет свечной шип в диапазоне основания его, этого шипа, 980 пунктов. То есть мы сейчас будем локально откатываться вниз на уровень этого шипа по утру. Почему? Потому что валютный рынок у нас даст о себе знать в виде утреннего ослабления рубля. И потом выходим на уровень большой лонговой реперной области с дальнейшим набором, точнее с забором ликвидности, там выпивания стопов я имею ввиду. И возврат на уровень Яма-9 тысячи пяти, там тысячи десяти пунктов. И дальнейший пробой этого уровня в район тысячи, там, 15 тысяч двадцати пунктов. В общем и целом, что я скажу по отношению к РТС, то, что боковик пока еще активный, мы в нем торгуемся, дрейфуем. В принципе, я позиции по РТС потенциально отмога рассматриваю от нижего точного уровня свечного шипа. Так что, в принципе, смотрите внимательно за валютным рынком. Почему? Потому что РТС это индекс акций Российской Федерации, номинированный в долларах. Вот видите даже, в чем прикол. Песков говорит еще раз, доллар – рудимент прошлого. Тогда какого хуя РТС торгуется, блядь, в долларах? Вот я не понимаю. Это в юане переведите его. Пусть это будет юань уже настоящим. Тут просто я, блядь, я в шоке от происходящего. Рудимент прошлого, блин. Ой, дебилиза. Я в шоке просто. В общем, по РТС все понятно. Далее. Пара рубль-доллар. Скажу вам честно, я в последнее время тесно веду диалог с компаниями-ритейлерами, с представителями этих предприятий. Это довольно крупные дяденьки и тетеньки, которые владеют довольно крупными сетями. В чем суть в следующем? Что они, вам так если откровенно говорить, уже не заморачиваются по поводу поставок, по поводу покупок. Вот им что сейчас важно? Валютный курс. Почему? Потому что они не понимают, какой будет валютный курс завтра. Они не понимают, какой будет валютный курс через месяц, через два. Они уже прикидывают, какую сука наценку за товар сделать через энное количество времени. То есть они уже план создают, что через месяц доллар будет по 105, условно говоря. Через год будет доллар по 120, условно говоря. Так, значит наценка у нас будет такая, такая, такая. Понимаете, в чем проблема? Они не товарообороты думают. Они думают о валютном рынке. Они думают, как бы дешевле им товар купить, чтобы больше наценку забить. То есть купить, как говорится, поменьше себе стоимости, продать подороже, чтобы маржу срубить. Но извините меня. Чем будет выше валютный рынок, то есть чем будет ниже рубль и выше доллар, то по 3-пактивной стороне будет обваливаться буквально. То есть экономия будет фатальна, тотальная. А какой, блядь, вы наценки ритейлеры говорите, я не понимаю. И они тоже это не понимают. Я понимаю, что бизнес как бы должен развиваться. Бизнес должен прогрессировать. Но извините меня. При текущей ключевой ставке бизнес не будет прогрессировать. При там почти 15% годовых от ЦБРФ. То есть в чем суть? В том, что по мере дальнейшего ослабления рубля, у нас по квартальной инфляции будет расти. И ЦБ за своей этой прежней монетарной политикой будет и дальше ставку поднимать. И при этом, еще раз, не будет никакой стабильности в экономике. Вот в чем проблема. То есть подъем ключевой ставки, наоборот, будут гробить экономику. Я об этом еще в начале года говорил, что не надо ставку поднимать, а ставьте ее хотя бы на этом уровне. Пусть хоть хотя бы как-то бизнес барахтается в своем болоте. Хоть что-то там они пусть предпринимают. Это выгодно было для государства, для бюджета. Но нет. Доллар растет. Спекулянты работают на понижение курса рубля. Ставку поднимают. К чему это все приводит? К следующим факторам. Впоследствии у нас будет что? Снижение ВВП из-за замедления кредитного импульса. И в дальнейшем будет снижение индекса деловой конси ПМА. Да, сейчас индекс ПМА вырос. Именно производство индекс ПМА вырос. На факторе того, что сейчас происходит последние полтора года. Но не более чем. Не более чем. Потому что везде есть как бы финал тех или иных событий. Внешнеполитических. А что будет там потом? С экономикой после этого финала? Вот непонятно. То есть нету определенность как таковой. Это проблема. Проблема бизнеса. Понимать, что будет последствия. Вот например, если решетников ссылается на китайский опыт. Если другие макроеконавцы ссылаются на китайский опыт. Тогда сделайте боковик на валютном курсе. Хорошо. Сделать тогда диапазон 80-100. Или хотя бы, не знаю, 90-100. Чтобы у нас предприятия понимали, что будет дальнейшее. Например, юань по отношению к баксу торгуется в боковике последние лет 25. И бизнес китайский понимает, что ага, вот она нижняя граница боковика ценового. Вот тут мы доллар покупаем. Где-нибудь там вверху боковика будем с профитом доллар продавать. То есть внизу боковика можно импортные товары для Китая купить. Китайцы так мыслят. А на верхнем границе боковика лучше повременить. То есть лучше вообще ничего не покупать. Потому что на верхнем границе боковика уже словесное заявление и дееспособное заявление делает Центральный Банк Китая. То есть Народный Банк Китая. То есть он уже работает на укреплении юаня, когда он слишком сильно перепродан. У нас такого нет. У нас не было никогда боковика по факту на валютном рынке. Поэтому у нас и такая экономика, она дестабилизированная. Нет понимания о том, что будет в будущем. Вот. И в чем речь? О том, что диапазон 100 рублей за бакс, как бы то ни сдерживали крупную часть рынка, мы все равно будем пробивать. У нас цель остался на уровне 101.70. Шип не отработан. Мы к нему аккуратно будем выходить. Потом, естественно, обвалимся локально на уровне 96.97. Проторгуемся. А потом мы обязательно смотреть, что будет дальше. В любом случае, скажу больше, что обостряется ситуация по валютам. Очень сильно обостряется. И как будут дальше предприниматься действия, какие это будут действия, мало кому понятно, мало кому известно. Особенно общаясь с крупными инвезобанкирами, я прекрасно понимаю, что они сами будущее не видят. То есть, если раньше они как-то могли более утвержденно сказать, что на валютам рынке будет то-то, 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 мы этого, того-то ожидаем. И обосновать свое мнение. Теперь они просто размахнут руками и говорят, что, блин, живем одной неделе вперед, но не одним годом. То есть, я к тому же, что они переобуваются уже каждую неделю. Сперва делают одно, потом делают другое. Делают другое, потом делают одно. Так сейчас весь рынок живет. Это те самые новые реалии, в которых нужно нам самим барахтаться с трейдером. Не наши хотелки, это просто загон экономики в это русло. По евро и с трюгонник также вышли вверх. Локально ожидают выходы на диапазон 105 рублей. Затем коррекция на Яма-9. Про торговки, ну и полагают дальнейшее движение цены вверх. Потому что словесными заявлениями валютный рынок нельзя укрепить. Нужно экспортеров конкретно заставлять продавать валютную выручку не на 85%, что они сейчас делают, а на все 99,9%. Что они обязаны делать для того, чтобы в рамках налогопериода в конце месяца валютный рынок просто устаканить. Чтобы было укрепление рубля хотя бы в конце месяца каждого. По юаню идем к уровню 14 рублей на свечную отработку. По гонконгсумбаксу идем также на уровень свечной отработки 13 рублей. Вот. Так что, если уж СБРФ живут в прошлом, и они полагают, что та вот инициатива, которая была принята в 14-15-16 годах, подъем ключевой ставки, эта инициатива была актуальна, когда был в России иностранный капитал. Я еще раз говорю, что иностранный капитал в России больше не сгинули, не убежали отсюда. Индийцы, китайцы все тоже не бегут особо. Почему? Потому что они понимают, что дестабилизация на валютном рынке особо не дает определенного понимания, что будет в будущем. Вы представьте себе такую картину. Вы, например, индийский глава крупной инвесткомпании, инвестбанка. У вас, допустим, имеется 500 миллиардов долларов под управлением. Допустим, вы хотите войти в российский рынок. Допустим, 2-3 миллиарда долларов выделить для этого рынка. Вы входите в этот рынок, вы продаете 2-3 миллиарда долларов, конвертируете в рубли. Допустим, дальше покупаете облигации федерального займа, покупаете либо акции Российской Федерации. Но вы идете по факту ва-банк. Почему? Потому что вы не понимаете, что будет на валютном рынке впоследствии. Такая картина наиболее обостренная. Почему? Потому что если вы, как индийский инвестор крупный, войдете в рынок, у вас продолжит дальнейшее ослабление рубля. То есть, продавая эти миллиарды долларов по курсу 100, да, конечно, вы решите крупную рублевую массу. Но если будет доллар по 120, по 130, как вы будете деньги отсюда вводить? В то время, когда центральный банк будет ставку поднимать, а курсов фаза будет снижаться. Да вы в лосях будете. Вы будете в убытке. И потом вам за это клиент придевает, мол, типа Иван, ну, я не знаю, какие-нибудь там имена в Индии. Ну, допустим, там, какой-нибудь гуджаб. Так он, знаете, там, гуджаб-гуджабович. Чего за херню-то наворотили-то? Мы вам деньги доверили, а вы обосрались. Что за бред? Они этого остерегаются, неопределенности. Поэтому не идет нам иностранный капитал. Вот о чем речь. И не придет при таких условиях. А я много раз предлагал альтернативу. Вот, давайте рассмотрим призм по другим углам. Нет, не рассматриваю. Зачем? В общем, проблема на проблеме. И она уже, проблема-то пирамидится. Макроэкономического уклада. Поэтому, как бы то ни пытались открыть российский рынок для индийцев, китайцев, но до тех пор, пока не будет определенности на валютном рынке, они сюда не прибегут. Как это было, пример говоря, в предыдущие годы, там, в предыдущей десятилетке. Центральный банк ставку поднимал. Американцы, европейцы видят, что, ага, там, Центральный банк России ставка до 20% годовых. Ага. Значит, это пик валютного колебания. Курзолар там по 8,6 был в 16-м году. Самый максимум. Они прижили, баксы все продали, евро продали. Что было на выходе? Резкое укрепление рубля. Они начали покупать государственные облигации, казначейские, российские. Они это начали бабки зарабатывать на росте стоимости ОФЗ. Они купоны попутно получали. Они получали прибыль в росте акций Российской Федерации. Да, спекулятивно. Это была рабочая стратегия. Потом, когда они понимали, что ситуация в экономике опять входит в кризисную фазу, они все это продавали. Как говорится, прибыль в рублях фиксировали. И по адекватному курсу валюту покупали. Именно они были тогда как предвестниками укрепления рубля, иностранный капитал, американский и европейский, так они были и драйверами для обвалу рубля в то время. То есть, если центральный банк живет в прошлом, сейчас, то подъем ключевой ставки вы проблему не решите. Еще раз говорю, йокарный бабай. Нельзя жить в прошлом. Надо жить в настоящем. А настоящий у нас очень обостренный. И привлечь капитал вы никак не сможете сейчас. Абсолютно. Вы максимум, что можете, это выпускать гособлигации казначейские, российские, и заставить банки, госбанки, их покупать. Ну и около государственных банк их покупать. Силой. И все, это максимум, что вы можете сделать. Потому что Силуанов говорит, что, мол, выпуск казначейских бумаг до черта году будет просто катастрофически высоким. То есть, выпуск у ФЗ. Это круто, что он будет в результате, что заимствование будет расти. Но, извините меня, спроса, кто будет формировать? Госбанки. А готовы ли госбанк, так и ситуация, в массе своей покупать эти гособлигации? Не всегда. Не всегда. Криетовая государственная не всегда готова. Сколько было случаев, когда Сбербанк отказывался просто-напросто брать и покупать? Полное размещение у ФЗ страны Минфина. Эти размещения потом, по итогу, проваливались. Я просто говорю к тому, что, выпуская заимствования, вы одними банками не должны ограничиваться. То есть, вы должны диверсифицировать заимствования. Кому-то как-то еще эти долги российские впаривать. По-другому никак. А чтобы их впаять, например, иностранцам, нужно ли их климат инвестиционный создать адекватный. Более или менее предсказуемый курс рубля. Более или менее предсказуемую макроэкономическую картину в стране. А не сплошную неопределенность. Вот о чем речь. Далее. Нефмарки Брэндс. Мы пришли на нижнюю грань восходящего канала в рамках наших с вами ожиданий, которые я озвучил еще неделю назад и в воскресенье. Идем сейчас на отработку скачного шипа в диапазон большой лонговой области 8,7 долларов за баррель. Нырнув сюда, мы сбиваем стопы. Но не мы, конечно, а крупные трейдеры. Это американцы и европейцы. Возвращаются к уровню потом 94-95. К 1-2 вере Ганна. В общем, я рассматриваю нефть спекулятивно под лонг от текущего, от ней считается чемур 87-88. С целью выхода на диапазон примерно 91-93. Так что 1-2 Ганна у нас будет своего рода уровнем маячка. Отскольки цены. Далее, природный газ. Блин, кто бы как мне не пытался доказать обратно, я все равно стою на своем. ГП есть, ГП есть. Надо закрывать его. Я газом сейчас не торгую. Просто наблюдаю со стороны. Когда придется на куринь 2,60, я ее готов залонговать. На 4-часовом графике цель отцу к куриню 2,85. Все. Мои мысли прежние сищут. Далее. Драга про металлы. На нашем телеграм-канале биржевик и сырьевой рынок я публиковал крайне важный пост касательно самого адекватного инвестбанка мира, который называется Крискат. В прямом смысле, это инвестбанк адекватный, инвестиздание, инвестагентство тоже адекватное. Почему? Потому что они все свои мысли воспроизводят в корреляции с макроэкономией. То есть они не пытаются никого там зазывать, призывать чему-то. Они просто указывают на то, что вот какой-то инструмент перепродан. И, соответственно, они сейчас говорят про золото. Что, мол, золото вошло в серьезную фазу перепроданности по RCI на меньшином графике, ну и на младший таймфрейм в том числе, там дневной, недельный график с ними я полно свидетельный. Мол, в золоте грядет ценовой отскок. Они правы, абсолютно. Но я еще раз напомню, что в следующем году будет снижение ключевого ставки ФРС. Может быть, точнее даже либо в конце текущего, либо уже до апреля-мая следующего года, потому что это неизбежно. И снижение ключевого ставки ФРС это будет при весе к запуску КУЕ, печатного станка. И все это будет работать на падение инца доллара. То есть, я все к чему клоню? К тому, что я неоднократно озвучил, что в преддверии предстоящего кризиса индекс бакса выйдет на уровень сопротивления где-то 179 пунктов. К уровню 107 пунктов он уже вышел. Да, сырьевые рынки уже задемпингованы. Очевидно, они снизились. И я все к чему клоню? К тому, что все равно есть предел снижения в любом раскладе и переходя уже на рынок драгметаллов. На мой личный взгляд, этот предел снижения мы постепенно достигли. По золотую дневной график, недельный график. Цена дошла до фазы тотальной перепродности, отрыва Яма 9, перепродности по RCI, объемы продавцов по MACD постепенно снижаются. По серебру на дневном графике свеченшип остался в районе 20.65. Мы пойдем на локальную его отработку, я полагаю, сегодня. Но затем возврат на уровень 22.50, считаю, неминуем. То же самое, может, это про недельный график. Одна и та же картина формируется. По платине то же самое, по полайт то же самое. В принципе, я сейчас рассматриваю золото и сиропы потенциальный лонг на фьючерсном рынке, на срочном рынке. И, соответственно, базово рассматриваю золото. Почему? Потому что оно в тотальной зоне перепродности. Если сравнить корреляцию с DXY, я прекрасно понимаю, что его сейчас активно раздают. И первое цель снижения DXY у нас будет на уровне YMA 9.106.46. Ну и вторая цель там 105.70. Самая дальняя цель это YMA 200. И одна вторая VIRGANA 103.50. Поэтому на фактор снижения DXY, который мы все равно неуклонно получим, у нас будет фактор... У нас будет фактор отскока цен на Dragoprom Metal. Даже вот фьючерсный контракт на ММВБ, который погашается по золоту в декабре 2023 года, тоже уже задемпингован. То есть цель, а сколько у нас будет первая? На YMA 9.1895. Вторая цель у нас будет в районе 1930. Ну, в целом, можно эти трейды рассмотреть под потенциальные такие сделки. От Ланга. В общем, подводя итоги данного видеоролика, я озвучу следующие мысли, что ситуация по валютному рынку, она и так дальше обостряется. И, скорее всего, будет дальше обостряться. И какие-либо полные меры, я полагаю, здесь предпринять никто не будет. Ну, если бы хотели, бы уже оно предприняли. Это очевидно. Соответственно, по рынку акций, ожидаю локальный откат. Потом с локальным выходом цены еще выше. По Drago Pro Metal мысли я сейчас свои высказал. Рассматриваю подломку золота, либо серебро, там, посмотрю, что, в принципе, рентабельно взять. Мне, как это кажется, больше золота надо. На него акцин делать. В рамках ценового отскока. Вот. И, как следствие, я среднестрожную пользу все равно по рынку акций ров держу. Вот. По меру, если я эти позиции буду аккуратно распродавать. Вчера у Нолроса опять у нас начала активничать. После новости о том, что G7 табу, такие санкции на Индию не ведут за покупку российских алмазов. Это очень хорошо для компании. Большой плюс. Так что, в целом, в целом, по позиции среднесрочного мы идем выше, идем дальше. Это первый момент. Второй момент. Локально я все равно торгую. В рамках нашего вип-клуба. Локально спекулируем. В целом, если у вас есть какие-то переживания, я это прекрасно вижу по вашим комментариям. Вы мне в личку пишите и в наших прочих ресурсах, что могут. Нервежи, я вижу, вас дают. Господа, имей среднесрочную позу, просто абстрагируйтесь от монитора. Идите, погуляйте куда-нибудь, идите, куда-нибудь смотайтесь, хоть в дикий тур, какой-нибудь в Карелию, или в Сибири, или в тайгу нормальную, адекватную, или на Камчатку, кто ближе, кто где живет, опять же. Развеяться надо, потому что этой паникой, которую вы мне озвучите в личном сообщении, вы ситуацию не решите. То есть, вы не повлияете никак на валютный рынок, вы никак не повлияете, блядь, на рынок акций, вы никак не повлияете на общую ситуацию, блядь, ни в стране, ни в мире. То есть, высираясь вот по всей этой теме, вы не сможете ничего изменить, вы это запомните. Поэтому, что нам, как трейдерам, остается? Крутиться, вертеться, как-то пытаться в рынке выживать. По-другому никак, потому что мы сейчас вступаем в фазу последнего уже мирового кризиса, да, в рамках текущей, уходящей, банковской, капиталистической системы. А в конце у нас будет, что, великая депрессия, в конце текущей, десятилетия. У нас будет обнуление капитализма как такового, сжигание этой долговой массы, путем роста галлопирующей инфляции. Для меня это стало даже будет гиперинфляция. Я поэтому говорю, что у кого деньги есть, физически, материально активы нужно покупать, нужно накапливать физически, материальную базу, потому что земля, недвига, движимые имущества, драга, полетала, это все будет дорожать при любом раскладе. Хоть будет все хорошо в стране, хоть все будет плохо, все равно все будет дорожать. Это неизбежно, инфляция даст себе знать. Этот момент необходимо учитывать. И как капиталы сохранять вот рон тем путем, которым озвучил последние полтора-два года. По-другому никак. В общем, итоги принимайте сами, как говорится, это ваша ответственность на ваших плечах, так как это ваши деньги. Я никого ничему не призываю, никого ничему не заставляю делать. Я лишь озвучиваю свои мысли по поводу происходящего и сам попутно поступаю так, как я публично свои мысли озвучиваю. Как говорится, у вас имеется доверие по отношению ко мне и я эту доверие никаким образом не собираюсь нарушать, потому что я ценю это ваше доверие, я ценю то, что вы вообще все это смотрите, мои видеоролики, мое творчество и, соответственно, все это вам интересно, за это вам отдельная благодарность. В общем и целом, я на этом закругляюсь, еще раз озвучиваю, что у нас имеются все медиаресурсы в каждом описании под каждым видеороликом, первый пункт Биржикбот либо Биржиквип.ру наш официант Телеграм-робот и сайт для входа в веб-канал по трейдингу инвестиций. Проводим прямые эфиры каждый день, торгуем вместе, отвечаем на любые вопросы, а также публикуем обучающие посылы о хаке по экономике торговли на рынке. У нас также имеются Телеграм-каналы публично, это пункта что-то вам рекомендую настоятельно подписаться и в информацию, которая уходит там, задержка времени поступает на YouTube. И самое главное, помните, что мы все обречены на прибыль, да, господа, время непростое, время тяжелое, оно будет еще тяжелее, поверьте мне, но все равно, как говорится, лапы верхом, брюхо верхом и нос импотенцией, не надо все это оставлять, то есть не надо занимать позицию жертв, не надо занимать позицию слабачка и считать, что все, мы все в говне, еще будет говнистее, ну да, господа, мы все в говне, будет еще говнистее, очевидно, но не надо занимать позицию жертв в этом вопросе, не надо быть пассивом, нужно все равно какие-то себе силы находить, да, идти дальше. Никогда не было просто, поверьте мне, никогда не было просто, я вижу, что вы пишете мне в личку и в корпоративную почту, я, чем могу, конечно, вас пытаюсь поддержать в прямом смысле, я понимаю, что у вас нервишки сдают, но господа, поймите, тоже, будет еще хуже, правда, вот просто поймите это, но нам, как трейдер, сейчас надо просто выживать, да, допустим, будет там инфляция в России, там, 20% в годовом эквариенте, но, значит, будем с вами больше бомбить на рынке, будем больше торговать, по-другому никак, потому что уровень зарплаты, он инфляцию не обгонит, то есть, вам самим придется как-то от своей базовой работы, я полагаю, абстрагироваться, почему, потому что как-то где-то зарплату набомбить, понимаете, бомбить зарплату надо, и все, по-другому никак, просто принимать те реалии, какие сука есть, вот о чем речь, то есть, одним натеемом вы не решите проблему, нужно все равно применять какие-то усилия, я эти усилия принимаю, я с вами этими усилиями делюсь в том числе, там, обучающим постами, видеороликами обучающим, там, мнением по рынку, вот, сделки публикую, потенциальные сделки, вон там, софтлайн, это ничего только стоил, 70% многие из вас заработали на локальной спекуляции, краткосрочной спекуляции, просто нужно принимать усилия, по-другому никак, просто нужно принять то, что реальность какая есть и в рамках этой реальности шагать дальше. На этом все, спасибо за внимание и удачи вам торгов, увидимся в следующем видеоролике.